Анастасия Русецкая Гражданин оказал неповиновение сотрудникам органов внутренних дел. Сотрудники действовали в соответствии с действующим законодательством. На виды обачно, что у Раус молодой человеку выходят своими ногами. Однако, как он выходит из Раус, милиция не показала. Беларусы хочут жить на косогорах или неудобицах, заявил Александр Лукашенко. Базовая величиня выросла и теперь складая 32 рубли. От ее залежать по меры штрафа, у некоторых податков и сборов, да помог, да и инших выплатов. Наибольшие частые штрафы за проезд без квитка и превышение худкостного режима теперь будут складать от 16 до 32 рублев. Штрафы по выделению так называемых народных артикулов, выработка спаусют и захование экстремистских материалов и дробное хулиганство складут с 320,960 и 64,960 рублев. До речи ранее чиновники из Ржавной Медии поведомляли, что базовая величиня выросла только до 31 рубля, а на сам речь повеличили ее до 32 рубля. У вынику страшной авары в Ауздинском районе. 11 человек шпитализованная, одна пассажирка загинула. Женщина не дожила до своего 25-го дня, всего один день. Кировца ОПЛе Вивара не справился с кированием и выехал на сустречную полосу, где урезался у Пежо Боксер. На место аварии приехали 4 машины худкой допомоги, ясчекали 20 автомобилей, спынилися на месте ДТЗ допомогти потерпелым. Одну женщину не аздолили уратовать, яна загинула на месте, інших пассажиров у тымлику кировцов доставили у шпиталь с травмами розной ступени тяжкости. Наши агледачи поведомляют, что у Жодзини отрутили водосховиша. Жихары наркуют, что с птушка фабрики отбылся выкид. Под ледом пайшоу замор рыбы. Вот, есть печальная новость. Пошел морболь. Что-то скинули в речку. Вот. Вот. Чтобы вы понимали. Покажу подо льду. Достаю из-подо льда. Вот Амур лежит. Рыбаки все достают рыбу. Приехала милиция, приехала экологи пробы брать. Гледачи Белсату поведомляли, что першого студене у их у дома с крана утекла вода с болотистым пахом и что такое уже здаралась подчас авариев. Каб ваша информация отрымала распаусюд, пишите нам у чат. Вот и социальные сетки. Дасылайте фото, видео, расповяды. Мы обвязково покажем. Покрытые льдом ходники и дороги сталися полосой пирашкодов. До медика с травмами от гололеда и холода уже звернулись около 350 человек. 30 из них были шпитализованы, поведомляя Министерство оховы здоровья. З учорожнего вечера у Беларуси Вельмиковска, мокры снег и гололед. Гэтак, например, выглядают в улице Услуцку. У Менску подобная ситуация. Про гололед пишут и наши глядачи в садсетках. Министерство надзвычайных ситуаций упопередживает, что подобное на дворье заховается и завтра. Могчим и слабый туман, який разом с гололедом может привести до тяжкостей с рухом транспорта и большей колькости дорожных сдареньев. Традицию делиться с нашей редакцией, фото с дымками и видео наши глядачи притягнули в Новом годе. «Як беларуси сустрелять 2022?» ваша увазя. Марка беларусов здесьнится в этом годе. Прос 55 хвилина урасповеду про падею в свете. Заставайтесь с белсатом.